Режим самоизоляции в России и в нашем регионе продлен, однако вносить обязательные платежи по-прежнему нужно. Как это делать, не выходя из дома? Здесь весьма, кстати, система дистанционного обслуживания, которую осваивала банковская система в последнее время. Илья Кочетков обратился в Алтайское отделение Паузбирбанк, чтобы узнать, насколько платежные системы востребованы в это непростое время. В одном из самых крупных финансовых институтов страны с онлайн-технологиями работают давно. За последний год банк сделал огромный шаг в сторону цифровизации. И оказался полностью готов к такой, как говорится, проверке боем. Оплатить налоги, штрафы, услуги ЖКХ и прочее – все можно сделать онлайн. Если на квитанции есть QR-код, сканируете и производите оплату с карты, выбрав необходимую услугу. Также можно провести платеж по номеру лицевого счета. За первую неделю апреля более 250 тысяч транзакций уже наши клиенты провели с помощью дистанционных каналов обслуживания. Рекомендуем нашим клиентам по возможности избегать посещения мест, где может быть скопление людей, и пользоваться альтернативными каналами. Обслуживание клиентов в отделениях также проводится с соблюдением требований гигиены. В офисы банка обращаются много пожилых людей, так что банковские специалисты просят молодых клиентов помочь своим близким старшего возраста в освоении цифровых технологий. Ведь это не только удобный и быстрый, но и самый безопасный способ оплаты в нынешних условиях. Илья Кочетков, Илья Халяпин. День с толком.